Человек он интересный, разносторонний, ну естественно и как бы все к нему тянутся. Он очень сильный, он очень добрый, он объединяет вокруг себя людей своей эрудицией, своей помощью, своей добротой, своим мировоззрением. Мы все тянемся к нему как к лидеру, прислушиваемся. Все эти слова об одном человеке Александре Киселеве. Более 20 лет назад он организовал клуб исторической реконструкции «Гамаюн». За эти годы участники стали большой семьей, которая с каждым годом растет. Раз в неделю проводят домашние вечерки, поют песни, танцуют и общаются. Помимо этого участвуют в городских мероприятиях и организовывают социальные проекты. Все это делается для того, чтобы люди помнили, интересовались своей историей. Это интересно, близко, понятно. Это восстановление именно традиций, которыми занимались наши предки, и далекие предки, и более ближние предки. И это те корни, на которых стоит наше дерево. Интерес к истории не только страны, но и к родной Орловщине. Александр Киселев без труда может провести небольшую экскурсию по улицам и достопримечательностям Орла и рассказать, что было на этом месте несколько столетий назад. Центр Орла непосредственно был на Острелке между Орликом и Акою, а здесь вокруг этой крепости Орел непосредственно располагались слободы, то есть где служивые люди жили, когда не было войн, так сказать, жили-были. И здесь непосредственно располагалась Пятницкая казачья слобода, где жили казаки, которые потом стали называться драгунами в конце 17 века. От истории родного края к изучению родословной на протяжении нескольких лет он собирает информацию о своих предках не только в архивах Орловской области, но и Москвы. В итоге ему удалось узнать имена своих родственников, которые жили в начале 17 века. Произошли из одного рода, из рода человека по имени Василий Киселев, который в 1645 году жил именно вот на этой земле, прям на этой территории, был казаком. Ну, казаки это не которые, там, конечно, на Кубани дальше стали жить, но тем не менее это люди, которые служили стране, которые были конными воинами. Александр Киселев совсем скоро поборется за место в полуфинале Всероссийского конкурса «Лидеры России». К слову, этот участник имеет 20-летний опыт в разных отраслях. Сегодня он работает финансовым директором в крупной компании, которая продает сельскохозяйственную технику. Участие в престижном конкурсе для него имеет свое значение. Конкурс «Лидеры России» это для меня такой экзамен именно школы жизни, который можно сдать, чтобы понять, насколько ты преуспел в той отрасли, в том направлении, где ты работаешь, чем ты занимаешься. Полуфинал конкурса «Лидеры России» будет проходить в Москве. Имена всех финалистов объявят 20 февраля. Наталья Чунина, Андрей Борискин, Артем Горохов, телеканал Первый областной.